Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, сегодня Этери готовит знаменитое печенье с сигаретки. Короче, короче. А знаете, да, молодец. Тесто у него получается необыкновенно тоненьким, потому и печенье очень вкусное и хрустящее. Вкусно, вкусно. Здравствуйте, дорогие подписчики моей Оксаночки. Мы всегда с вами так начинаем. Вот я предстала перед вами. Оксаночка очень хотела, чтобы мы сделали сигаретки. И каждый раз передает мне ваши приветы и ваши пожелания меня еще раз увидеть. Мне тоже хорошо с вами, тем более, что ни одной из вас, я не знаю, и вы меня не знаете. Но как-то пошла какая-то реакция между нами. Как бы душа поняла душу, а сердце – сердце. Такое бывает у него. Еще раз здравствуйте. Всего хорошего, хорошего, мирного неба над планетой. Над всеми вами, над всеми нами. Кто в этом нуждается? Пусть ваши мечты и наши мечты в лучшем обстановке, чтобы они сбились. Амин. Нам с вами так нужен мир. Нам с вами нужен покой. Я как-то волнуюсь. Я не знаю почему. Это потому, что был большой перерыв опять. Видите, был большой перерыв. Надо чаще. Да. Вот мне Оксана уже давно хочет, чтобы мы сделали сигареты. Они хорошие, да. Действительно они хорошие. Есть много способов приготовить сигареты. Но я сейчас вам представлю, которые и хорошо, и вкусно, и легко готовятся. Ведь это очень важно, когда что-то легко готовится и получается здорово. Все наши гости, которые знают это, очень-очень хвалят и очень довольны. И каждый записывает рецепт. А так как вы готовите это, это самое тонкое тесто, самое удачное, что я пробовала. Все вот так говорят. Есть еще другой вариант, когда не кладется яйца. Хорошо, об этом потом расскажем. Хорошо, когда вот вам нужно, как это называется? Может быть постный вариант, потом снимем. Постный вариант. Вот это именно хотела сказать, Оксанка. Ты мне помогает словами. В общем, постный вариант без яиц и без сметаны, и без сливочного масла тоже очень вкусный. Здесь тоже такой вариант. И, конечно, со сливочным маслом и со сметаной это лучше. Но и те неплохие, очень даже хорошие, когда это нужно. Хорошо, дорогие, давайте начнем. Всех благ я вам желаю, мои родные. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за добродушие. Будьте все здоровы, будьте все счастливы. Амин, амин, амин. Амин. Для приготовления начинки нам понадобится 500 грамм грецких орехов, 1 стакан сахара, это 180 грамм, 3 10-граммовых пакетика ванильного сахара и 2 белка. Вначале в блендере измельчаем полкилограмма орехов. Довольно мелко, крупная фракция нам не нужна. А далее будем добавлять остальные составляющие. Мы измельчили орешки наши, полкилограмма орехов. И добавляем 200 грамм сахарного песка. И сюда же ванильный песок. Тут в пачке 10 грамм. Я беру 2 такой пачки. Теперь перемещаем хорошенечко. Третий добавляем, потому что это не сильно пахнет ванилью. Вот сейчас будет нормально. Отделяем белки из желтков. Желтки нам понадобятся в тесте. А белки положим в начинку. Просто немножко разбить белки. Соединяем с орехами. Вот так. И белок и склеит вот эту всю. Да, да, да. Это склеит. Получится такая клейкая ореховая масса. Очень легко. Оксана, если ты мне перчатку дашь, мама, я рукой перемещаю. Вот теперь я почувствую, где сухо и где белок. Чтобы их соединить хорошенечко. Вот так. Когда будем месить тесто, потом мы будем делить их на 6 частей теста. И вот эту начинку тоже будем делить на 6 частей, чтобы равномерно и каждому... Печеньку? Да. Досталось одинаковое количество орехов. Было белок. Когда начинка готова, принимаемся за приготовление теста. 3,5 стакана. Того же стакана, чтобы брали сахар, мы берём муку. Вот так. Это у нас 2. Муку Этери всегда обязательно просеивает. Вот столечка соли. Печа, ага. А это разрыхлитель. Тоже 10 грамм в пакете. Пусть благословит Господь наше тесто и тех людей, которые будут есть, и всех остальных тоже. Теперь мы в это будем рубить 200 грамм масла. От того, что мы будем рубить тесто, можно соединить их, это просто вот мять руками, но рубленое тесто очень хвалится, мама. С давних пор более рассыпчатое тесто, более хорошее тесто будет. Короче. Короче. А знаете, Тарья, сейчас масло замороженное перетирают вместе с мукой на тёрке. Да. И так хорошо получается. Потом, как мокрый песок между ладонями растирается, и получается вот точно так. Да. Да, да. Вот тогда скажи твоим девочкам, твоим слушателям, что вот так тоже можно. Но я буду делать как делать. Хорошо. Конечно. Да, по-стареньке. Пидёк. Приготовление теста рубленным способом занимает несколько минут. И стоит того. Даже не знаю, что рассказать. Это сигаретки, вот эти сигаретки, вот таким способом приготовленные, очень хвалились в одно время. И сейчас они очень хвалятся. Но мы не часто готовим на масле, то есть молочное тесто, не часто делаем. Мы часто делаем к шабату и берём тесто, чтобы это было, можно было подать после мясного стола. Нам же нельзя мясо и молочные продукты соединить. Нельзя. Наш закон не позволяет. Это я потому что вам рассказываю, что вы учитывали, что это можно приготовить и для... Оксанка, видишь, это я... Для поста. Не чувствую. Для поста. Ты мне помогай, детка. Мы тогда берём апельсиновый сок. Вместо сливочного масла берём хорошего качества маргарина для печёного. И вот так же делаем. И получаем тесто при помощи апельсинового свежего сока. Вместо вот этих желточков, да? Да. Только же взять апельсинового сока. Только апельсиновый сок, а всё остальное остаётся. Можно апельсиновый сок из бутылок магазинных, но предпочитается свежий апельсиновый сок. Можно яблочное пюре. Это заменитель яиц для... А, я вот это не знала. Ты должна рассказать это. Потому что сейчас начнётся, да, этот пост, по-моему. И чтобы люди знали, что можно вот это приготовить вот таким способом для поста. У нас начинается ханука, Оксанка. Ты такие хорошие пончики приготовила на прошлый раз. Такие хорошие пончики, прелесть. И я хочу сказать, чтобы всем было ханука, бедниери, ханука, дагуидгес. Хвела Исраиле, шудоц, хвела хахс, мтэлз, планетазе. Джамфтели, бедниери, сихарулияне, швидобисмонтан, ямен. Ханука, Оксанка, как называется? Праздник ород. Праздник света. Праздник света. И хороший, хороший праздник, красивый. И зажигаются свечи, и дети поют, и все поют. А детям вообще раздолье пончики жарятся за месяц до хануки и еще после хануки. И такое изобилие пончиков просто невозможно пересказать. Оксанка, такие красивые пончики готовятся на кондитерских. Да, чего только не придумают. Это уже не пончик, а целое пирожное. Да. Хорошо, что они готовят еще маленькие. В маленьких порциях, чтобы щадят людей. Вот это сметана у нас. Это 17-процентная. Правда, Оксанка, я не ошибаюсь? 15-процентных. 15-процентных. Да. Еще соединяем с желтками, мама. Ого, какое, видишь. Все. Достаточно. Делаем углубление. Так, и перемешиваем до однородности. Да. Нежное тесто получается очень. Его можно раскатать до прозрачного. У нас так и получается рисунок скатерти всегда видно, когда вы кружок этот раскатываете. Ай, молодец, Оксана, ты все замечаешь. Такие тонкие вообще. Потому в этом весь секрет этого теста. Вот в ваших сигаретах, что у вас тонкое-тонкое тесто прозрачное. И тем хорошо, что мало теста. Вкусная выпечка и теста мало. Когда откусываешь, там одни орехи внутри. Ха. Вот и тесто наше готово. Что вы делаете, Терри? Хочу подровнять тесто. Чтобы много раз не мешать его, он не любит много размешивания. Сначала делим на 2 части, потом каждая часть делится еще на 3. Чтобы получить 3 этого. 6 частей? Да, 6 частей. Вот оно еле-еле замешанное. То есть мы его много не месили. Нет, не надо много. Слади, маму. Во. Сама нежность теста. Мне больше всего нравится запах сливочного масла. Тут больше у нас. Если они одинаковые, выравниваем. Можно даже через весы. Обязательно, мам. Чтобы каждая сигаретка получилась похожа на вторую. Все одинаковые, чтобы были. Размеры и все. Формируем 6 колобочков теста. Каждый примерно 145-150 грамм. В этом итальянском дворе. В этом итальянском дворе. Несколько семей были молодые хозяйки. Мы очень дружили между собой. И я была старше. Но я лучше знала или много знала, чем они. Потому что они были совсем-совсем зелененькие. И каждый хотел, чтобы я помогла им. Мы вместе за столом. Несколько девочек. Трое обязательно. Иногда и четверо. Стояли за столом. Вот так. У меня в доме. Каждый со своим тазиком. И мешали тесто. И делали. И в общем все делали вместе. Там был хохот. Там была такая радость. Что получалось у них. И они были очень рады. Я тоже была рада. Потому что я их учила. И я была своим результатом довольна. Вместе готовить веселее, конечно. Лия Крихели моя хорошая подружка. До сих пор мы держим связь. Лизочка наша. Она уже ушла из жизни. Ах, как я ее любила. Лизу. Всех я любила. И все они меня тоже любили. У нас была одна дружная, большая семья в нашем итальянском дворе. Это было здорово. Немножко дадим отдохнуть вам. Тесто отдыхает буквально несколько минут. И самое главное, чтобы оно не перегрелось. Ведь там много сливочного масла. Припыляем рабочую поверхность мукой. Да, Итари? Да, да. Буквально пять минут тесто у нас отдохнуло. Так, сейчас мы разделяем равномерно начинку. Вот я сейчас буду так делить. Вот так буду делить. А потом, если где меньше, где больше, буду подравнивать. Главное разделить на шесть частей. Вот так я соединяю, чтобы было легче класть в тесто. Классно держит форму. Да. И очень легко потом закручивать. А, конечно. Не сыпется, не убегает. Сколько мы делаем таких шариков? Шесть. Потому что у нас шесть колобочков. Шесть кусочков теста. Да. Это реформирует из начинки шесть колобочков, что соответствует шести колобочкам теста, чтобы каждой сигаретке досталось одинаковое количество начинки. Приближается Новый год. Пожелаем всем, все люди добра и счастья пожелаем на этот Новый год. Пусть принесет нам всем на планете мира, здоровья, благополучия, исполнения всех хороших желаний. Чтоб все довольствовались, чтоб все были живы, здоровы и счастливы. Чтоб закончились эти войны. Чтоб люди полюбили друг друга. Чтоб не убивали. Дай Бог, помолимся Богу все вместе, чтоб это случилось наконец. Вот это я оставляю, Оксанка. Там, где мне не будет не хватать, я же могу ошибиться, там меньше положиться, там больше положиться. Это всегда понадобится, пусть будет запасная часть. Так что начал священником. Я не боюсь, без зелёной, злой и злой, злой. Это ж с hijo макарии. С лагерью, я не понимаю, у меня есть земля. Отiot, ты и ты и другого! Я понимаю, что я при этом не могу. Я думаю, что у меня есть мать дождь. Я крыша на слуху, и я понимаю, как ебать. Я ей говорю, что я не могу, что я не могу. Аминь. Набирайте. 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 Вомене, на необычном путье. Сбортик, на необычном путье. Набирайте. Нужные люди, но нет. Раскатываем тоненько-тоненько. Осторожненько-осторожненько. Много муки не желательно, чтобы не округляло тесто. Очень важно, чтобы мы их разделили точными треугольниками, чтобы они у нас получились одинакового размера. Вот так. Правильно, Оксан? Чуть-чуть сюда. Да, вроде вот так. Делим на сколько частей мы? На 8, да. Получается 48 штучек. Так. А если вот так сделаем, они будут красивее видеться. Переворачиваем? Переворачиваем. Потому что нижняя часть с мукой, он не будет блестеть тесто. Вообще переворачиваем, будет блестеть. Теперь вот берем, делим напополам. Из одного раскатанного колобка теста, получается 8 сигареток. Каждый колобок начинки, также делим на 8 частей. Для каждой заготовки. Вот так у нас и получилось. Одна половина, четыре части заполнила мама. Теперь то, что у меня в руке осталось, я прибавлю везде. У нас есть еще запасная часть. Достаточно. Сейчас я хочу вам показать на свету, каким тонким получается тесто. Оно должно быть почти прозрачным. И работать с ним не трудно, а даже очень приятно. Вот так. Помню, какой-то секрет был тут. Смотри, мама. То, что в середине, он должен быть высоким. Видишь, мама? Так, да. Теперь крутим и чуть-чуть тянем, пока дает возможность теста. И в длину. Концы у нас низенькие, а толстенькая серединочка. Еще потянем. Вот. Вот одна наша сигаретка. Красотулька сигаретка. А какая вкуснятина? Не то слово. Сейчас это все сметется, целое блюдо этих сигареток. У нас большой в семье. Осторожненько потянуть. Если тесто парви, он тянется еще лучше. То есть на маргарине? Постное тесто еще лучше тянется. Это очень у нас нежное тесто. Мы должны стараться не порвать его. И еще, когда заворачиваем, Оксанка, очень важно, деда, чтобы вот все эти, да, одинаковыми были. Угу. Да. Не что-то туда-туда-сюда. Ну, может, это не очень важно, но красиво. Да, на блюде это важно. Да. Вот эта часть толстенькая, а края потоньше. Да. И тянем. Когда заворачиваем, формуем. Формируем, да. О, видишь, мам, как они завернуты. И чтобы они лежали на противне, не делать круглыми, вот так не делать. А, прямыми. Прямыми, да. В общем, когда мы раскатали тесто, мы уже включили в духовку на 200 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз. Когда будем закладывать в духовку готовый противень с заготовками, опустим температуру до 180 градусов Цельсия. Прекрасно, Оксана. Все, мам. Угу. Так, сейчас я покажу, какая тоненькая-тоненькая получается. Вот видно, видно руки мои. Вот это покажи, мам. Вот это. Вот такой тонкости. Да, тоненькая ты, мусенькая. Вот такой. Теперь патент от Терри со скалкой. Когда заполнили полный противень сигаретками, отправляем их в духовку и устанавливаем температуру на уровне 180 градусов Цельсия. В это время заканчиваем формировать остальное печенье. Вот такой. Вот первый оборот вот так, да? Угу. Вот так. И второй. А потом теперь я могу. Потому что у тебя получила трещину, только сейчас буду вытягивать чуть-чуть. А вот сейчас буду вытягивать уже готовое. В стороны удлинять, да? Удлинять, да. И очень важно не делать вот края и центровку одинаковой высоты. Тут выше, тут ниже. У нас заготовка вот ореховой начинки такой формы. Да, начинка дает форму. Оксана говорит, видишь, да, Мала? Да. Вот. Ну, как и красотульчик получился. Всего из этих ингредиентов получается 2,5 противня сигареток. Пока печется один противень, готовим остальные сигаретки. Режим выпечки вверх-вниз. Температура 180 градусов. Ну, а время выпечки зависит от вашей духовки. Это примерно 25-30 минут. Готово, правда, Этери? Да, да. Я люблю эти зажаренные. Это моя партия, когда зажаренные кончики. Это самые вкусные. Чуть меньше надо вообще. Чуть-чуть меньше, да? Ну, сейчас второй испечем чуть-чуть меньше. Вот у нас получается 2 противня и еще половиночка. Испеченные сигаретки оставляем остывать, а далее будем посыпать сахарной пудрой. Так обычно их оформляют. Ну, а откусить, так там одни орехи. У нас все очень любят это сладкое лакомство. Так что от всей души рекомендуем вам его приготовить. Может, и для вас оно станет одним из любимых. Вот, они уже у нас готовые, наши сигаретки. Чуть-чуть посыпаем пудрой. Я их всегда клала вот так, девочки. На горку, вот так. У каждого своя фантазия. Как положите, как любите, так и положите. И будет все равно хорошо и вкусненько. Еще один. Тают в раз в рту, нет, Оксана? Тают, тают. Мы только что... Я то есть, я слопала одну. Очень вкусно. Как всегда. Вкусно, вкусно. Остывшие сигаретки посыпаем сахарной пудрой. Если будете готовить, дорогие, обязательно сообщите. Да, вы всегда все говорите. И мы так рады вашим хвалам. Оказывается, всем приятно ходить. Когда их хвалят, да? Да. Вот всегда у нас будут похваленные дела. Еще сверху потом. Они горячие, мы сейчас не будем говорить. Еще вот сверху, горкой если положить, они красиво смотрятся. Все, завершили. Сделали. Смачного, говорят на украинском. Смачного? Смачного, да. То есть, приятного аппетита. А, смачного. Смачного. Днежды на здоровье. Еще что? Кохава. Кохава это красивая или? Кохана это любимая. 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 Пусть будут наши украинцы здоровы, счастливы. И в скором будущем, чтобы этот мужественный народ в конце концов приобрел свое счастье, свое будущее, как они жили и здравствовали, и созидали, и строили, и радовались жизнью. Дай Бог, чтобы им вернул Господь вот это время, в скором будущем. Амин, вы, амин, вы, амин. Амин. Амин, вы, амин, вы, амин. Амин, вы, амин, вы, амин. Ну что, перед новогодний подарок хороший сделали, да? Вы давно не были на канале, сняли с нами видео. А, да, да. Вот, видишь, мама, это благодаря тебе, детка. Опять я вышла в эфир. Ой, спасибо за все, дорогие, за все спасибо, за милые слова, за добрые пожелания. Большое-большое вам спасибо и желаю вам всего хорошего, всего доброго. От всей души будьте все благословлены. Амин, вы, амин. Амин. С Новым годом. С Новым годом. До скорого эфира, что ли? Да. А как иначе? Пока-пока, дорогие. Музыка. 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 Музыка.